Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 966. События дня. Экклесиаса 12, 13, 14. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его. Соблюдай. Потому что в этом всё для человека. Ибо всякое дело Бог приведёт на суд, и всё тайно, хорошо ли оно или худо. Объявление. В нашей Барнаульской Крестоводвиженской общине в возрасте 42 лет только что умерла дробот Анастасия Валерьевна. Остались четверо детей. Енафа, Иван, Ефросини и Нестор. Муж глухонемой Андрей. Ну и дальше. Ролики вы истал отпевания. Провода. Отпевание провода. Номер 2. Ипоминки об Анастасии. Кто желает, посмотрит. Есть у людей желание помощь оказывать. Просят адрес. Вот ответ. Галина Загуляева. Помощь можете направить на карту Сбербанка, привязанную к номеру телефона. 7. То есть надо ставить 8. 9. 9. 6. 9. 6. 8. 6. 6. 3. 0. 8. Галина Загуляева. Это моя карта. Община доверила мне собирать и хранить эти средства. Расходуются средства на те или иные нужные детей по благословению батюшки отца Акима Лапкина. Посоветовал Лапкина Игнатия Тихоновича и нашего врача Яковлева Виктора Андреевича. Для других, кто будет спрашивать номер карты, Сбербанк, 4276-0209-4465-7334. Не знаю, тут полностью номер или нет. 16. Ну вот так Александр пишет. Юрий Соболев, мир вам, Игнатий Тихонович. В поисковике вводил самые разнообразные комбинации слов, но ничего не смог найти о словах Путина о заповеди Христа. Если кому-то удалось найти такой ролик, дайте знать, пожалуйста. И дальше пишет. Точно о вас, Игнатий Тихонович. Кавычки открыты. Часто мы озлобляемся на людей прямодушных и открытых за то, что они прямо обречают наши неправды. Такими людьми надо дорожить и прощать им, если они смелые речи обрывают наше самолюбие. Это врачи в нравственном смысле, которые острым словом обрезывают гнилости сердечные и через пробуждение нашего самолюбия производят в душе омертвевшие грехом осознание греха и жизненную реакцию. Святой и праведный Ян Кронштадтский. Дмитрий пишет. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Скажите, пожалуйста, во сколько по Барнаулу с вами можно было бы сегодня связаться? Спасибо. Отвечаю. Только после 10 октября. Андрей недоступ. Игнатий Тихонович, прошу молитвенной поддержки. Приобрел поддержанный? Поддержанный. Автомобиль в автосалоне в Германии. При прохождении польско-украинской границы авто арестовали. Находится в международном розыске. При официальном оформлении в городе Кельне этот факт не был обнаружен. При официальном оформлении. Завели уголовное дело. Прохожу как свидетель. Господи, благослови, Андрея. Только он добра делает. И краткое содержание событий дня. Уж много видит уже лет. Последний у него не было дома. С задержкой он дал 4 или 5 событий дня. Их я не могу события дня эти высветить. Система не позволяет туда опустить дальше поисковик. Ну, так вот. Вчерашний день. Один. Какие новости могут быть в Потеряевке на 20 дворов? Ну, с утра, как всегда, Сергей Павлович собак дрессирует. После молитвы встают 4.40. Потом завтрак. Потом наши поехали. Ирина Анатольевна. Людмила Анатольевна. Учителя, видимо, там проходят. Необходимые медосмотры. Надежда Васильевна прицепилась в центр Мамонтово. Районный центр. За пенсией. Ну, а мы-то дома были. Надумали поехать за Каренда и Ягода. Это 4 километра. Там еще километры ехать. Примерно так. Это скрещенная смородина с крыжовником. Как лесополоса. Хорошая ягода. Ну, не смородина, конечно, черная. Там витаминов больше. Ну, набрали, коли что. В деревню заехали. Сразу завезти надо старость. И по всей деревне почти тем, у кого машин нету. Кто не ездит. Ну, и батюшки. Вот. Серафиме и Нианиле там разнесли по чашке, по которых обедаем. С которыми обедаем. Немножко. Ахтанам еще тут взамен больше еще дали. Ну, ничего нельзя сделать. Вот так вот. А тут Володя пришел, какая-то втулка, что-то велосипеде в заднем колесе лопнуло, развалилось там. Ничего не может сделать. А другие старые велосипеды стоят на приколе. Он стал с них брать, не подходит. И ничего нет. Теперь надо ему заказывать где-то. А у меня в запасе стоял прямо из магазина привезенный. Как в Барнову заезжаешь со стороны Павловска. Павловский тракт. То с левой стороны магазин большой, тот торгует машинами, велосипедными, деталями. Называется Лидер. Там хозяин, кажется, Алексей, звать его, Шерстобитов. Он мне каждый год давал по велосипеду для ребятишек. А один у меня содержался НЗ, неприкосновенный запас. Его надо распечатывать было. Все как с магазина. Ну, сейчас распечатывали, видно, китайские узенькие колесики и там все. Ну, на всем экономят, на резине. Володя его собрал. Я говорю, ну, теперь что? Поехал. И я езжаю к батюшке, освещаю. И батюшка освещает его, там, колесница. Я поехал. Нет, и нет, и нет, и нет. Его, видимо, где-то батюшку искал. А там рядом работает. На складе. У Игоря Барабаша, Калиников, Виталий. Вот, работает страшно, медленно. Вчера мы пришли, и на каренду их искать нигде нету. А он на работе, рабочая. Нету. Где же он? Покричали, везде нету. И вдруг вылазит с сеновалу у батюшки. Что-то я спать захотел. Плохо работает, и все. Такая свобода. На работе. Ушел на сеновал, спрятался. Спит его бригадир, не прораб, никто не найдет. Да сразу же вытворят. В любой работе. Ну, как же ты? Я говорю, служил в армии. Ну, и я его сильно за это дело укоряю. Это нельзя так. А тут я еду, ищу Володю. Я говорю, видели, как садился он? Ну, не видели, куда укатился. А он идет мимо. А что ты раньше с работы-то идешь, Виталий? Да что-то не могу. Это вроде голова болит. Да как-то ты здоровый, тебя видно там. Нет. Ну, я говорю, таков ты был. Так а вон Володя там освещает машину. Так а что ж ты идешь сюда? Так ты бы там пристал, домолился о голове своей там. Ну, не работник. Вернулся, батюшка на крысе совершает моление. И дальше потом покропил водою. Ну, я там тоже попросил прокатиться на велосипеде. Идет Еремия, я ему отдал барабаш. Потом батюшка сел, сам круг сделал по складу, по Игорю, с другой стороны. Интересно, так ролик будет посмотреть. Священник как освещает, а потом как садится. Вот так. И гляжу, Виталий идет около Глушкова, заворачивает туда, к озеру. А ты куда? И решила скупаться. Да какой же купаться-то? Ты на пляж пошел, больной. Да ты совсем это обнаглел, говорю. Ну-ка разворачивай назад. Свяжи меня с твоей разведенной женой, Анастасией. Я с ней переговорю. Не она, не ты страдалец. А она, как она тебе могла такого принять-то? Ну, лодорь же ты, лодорь. Я его пытаюсь расшатать как бы где-то. Расшатай иногда, начнет делать. Ну, медленно, идет перевалочку. Никуда не расторопится. Ты не думай, что долго будешь жить. Это тебя и погубит. Вот так я его. Это все вчерашний день было. Вот события. Как, как не события. Надежда Васильевна приехала, там тоже рассказывает. Ну, и посмотреть на наши ресурсы. Можем. Это вот мой мир. Я больше всего его люблю. Тут в скайпе заходит. Опера какая-то. Что тут из-за оперы? Как туда она выскочила. Вот. Тут я в шапке. А где с голубем? Это контрольная. Вот. Православный форум. Тут я никак не участвую. То есть, уже 3105 день. Ничего вставлять никак тут нельзя. Да и все это ужимает как-то. Ну, готовы. 1600 тем. Смотри, кому надо. А вот здесь каждый день я работаю. Вот. Тоже спрашивает, отвечаем. Просмотры. Администрация приезжала тут. Почему-то второй ролик нету. Никого. Первый 5. Второй ролик. Третий по счету будет 8. А вот последний приезд. Это глава уже 43. Интересно как. Один не смотрит. А ролик как раз о приезде. Тут все. Значит. Ну, понимает. Или еще такое. Не знаю. Ну, во свете Библии. Православный библейский сайт. А вот я вчера задал вопрос. Итальянцы ловят скворцов с сетями. Где-то прочитал такое. Почему нет нынешних скворцов? Совсем нету. И везде жалуются. Скворцов нету. Ну, нету и нету. А причина-то какая? Куда они делись? Скворцов. Тучи были, когда они летят осенью. Облаком. Закрывали даже, говорится, солнце. Столько их много. Певчая птичка. И говорит, они их там едят. Едят скворцов. Мало того, так это деликатес считается там. Ну, конечно, много их. Миллион летит-то. Миллионы. Где-то между горами, ущелье. Ущелье какое-то. Они летят ночью низко. Там натягивают сети. И утром мои сети эти обрывают. Буквально. Ой-ой-ой. Скворцов едят, ловят. Это какая же... Ну, ничего тут не нашел. Нет, это у меня более ранние сведения. Итальянцы. Может, это и не так. Может, этого нету. Было ложное сообщение. Ну, не знаю. Скворцов нету. А ласточек полно. Но ласточка летит высоко. А скворцы летят именно этим коридором в ущелье. И натягивают. А сети-то... Бывают сети там длиной 12 километров с подставой. В море. В море. А это в воздухе. Тут проще всего. Он ударился в нее, повис. Его уже не вылететь никак. Ну, подходит, выбирает. Если это так, то... Ой-ой-ой. Нету нынче. Даже скворчинного пения ни разу не слышал. У батюшки столько скворечников. А у меня раньше было 123 скворечников в саду. Рядом, около дома. Вообразие. 123. И не заняты. Ни одного не было. И какой бы ни был. Валенок у меня из валенка. Из сапога, из щегуна, из бидона. Там дуплянки из огнетушителя. Ну, всякие разные у меня. Там из коробки. Там перегородки делаю. Картонные. И все займут. Скворечников много. Скворечник один на шесть мест у меня был. Приезжают шофера, становятся под ветлиной и слушают. Они сидят, как на выставку. Провода идут. Они в ряд сядут и все поют. Нету ничего. Одни воспоминания. Если это кто-то делает, да разве же можно? Да как же так? Пепчую птичку. Ну, лови грача, ешь. Он большой. И везде их полно грачей. Там ворон, сорок. Ведь войну уже ели это все. И Армах показывает фильм. Там тоже они ворон стреляли. Их полно. Ну, скворца. А то, говорят, соловьев ловят, едят. Ну, и мне трудно поверить. Соловья. И любят. Мало того, деликатес. И сердечко его. Вроде бы. Не знаю. Может, врут люди. Но нету. Нету. Ну, и вот. На этом на сегодня все. Внутри. Ну, и вот. Ну, и вот.